Привет всем! Старый Новый год. Куда мы движемся? Творец готовит большой спектакль. Равин Кушнир. Так ли это? Или это просто мысли и фантазии мудрого Равина? Религия, философия и бытие. Рассуждение на трезвую голову и в здравом уме. Я Сэм из Пенсильвании. Доктор Зилман. Ну меня уже все знают. Но сегодня у нас будет очень интересная такая встреча. Совершенно необычная. Я всегда 13 января, то есть канун Старого Нового года, делаю такие необычные программы. Вообще я хочу вас заинтересовать философскими моими фразами. Религиозные деятели, психотерапевты, политики и поэты могут выражать свои мысли очень замаскированно. Но для интеллектуалов становится все ясно. Остальные просто находятся в недоумении. Я тут тебе вот пару строк написал. Это мои слова. Мне так легче общаться. Я могу, конечно, начать. Очень много слов. Но сейчас давайте все-таки по делу. Все-таки день такой. 13 января. Вот из Москвы мне только что там прислали такое коротенькое сообщение. Говорит, сегодня будут усиленные атаки. Особенно связанные с интернетом. Посмотрим. А для начала я вам расскажу несколько старинных еврейских притч. Мудрец выше пророка. Жизнь – это лишь сон. Но я пока еще хочу не пробуждаться. Если жизнь не меняется к лучшему, подожди. Она изменится к худшему. Лучше десять раз разориться, чем один раз умереть. Что бы ни случилось, человек обязан продолжать жить. Ну, хотя бы из любопытства. Это то, что я делаю. Мелких воришек вешают, а крупных злодеев выбирают в правительство. Мир исчезнет не от того, что много людей, а от того, что много нелюдей. Ну, и тут кредит я хочу дать в этом видео нашему любимому Владимиру Высоцкому. Поэтому начну я все-таки с Высоцкого. Что-нибудь полегче. А потом мы уже перейдем и на религию с философией. Что было в затертых записях, где невозможно разобрать слова. И то, что вы еще не знаете. И таким образом и мне, и вам будет интересно. Ладно? Делайте так, вам будет удобно. Как вам будет удобно? Система. А я просто наметил по плану вам спеть шуточные, несколько шуточных песен. Каждая шуточная доля шутки. Остальное правда. Для того, чтобы YouTube не забанил мое видео, я ускорил звук в полтора раза. Ну, вот индусы считают, что мы с вами не исчезаем. Просто душа наша переселяется в животных, предметы, растения, насекомых, камни. В общем, как повезет. В общем, кто куда сможет, тот туда и переселяется. И в связи с этим написана эта песня, песенка о переселении души. Кто верит в Магомета, кто в Аллах, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, оттав концы, не умираем насовсем. Стремилась ввысь душа твоя, родишься вновь с мечтою. Ну, если жил ты, как свинья, останешься свиньею. Дальше эту песню все знают, я меняю декорацию, переходим на серьезную тему. А сейчас начнем эту главную тему, ради чего я сегодня сделал это видео. Старый Новый год. Смешно звучит. А куда мы движемся? Творец готовит большой спектакль. Это несколько дней тому назад сказал раввин Ашер Кушнир, который живет в Израиле. Очень интересный человек, я его слушаю время от времени. Он очень мудрый, он раввин, он физик, и он очень интересный человек. Еще раз повторяю, он сказал, творец готовит большой спектакль. А я задаю ему вопрос, так ли это? Или это просто мысли и фантазии мудрого раввина? Религия, философия и бытие. Рассуждение на трезвую голову и в здравом уме. Немножко расскажу о раввине Ашере Кушнире. Он один из духовных руководителей в Израиле, в русскоязычной общине. Он преподаватель Талмуда, автор многих ответов на вопросы читателей на сайте taldot.ru, публикуемый в разделе «Вопросы раввины». Рав Ашер Кушни родился в 1956 году в городе Черновцы. До репатриации получил образование физика. Он был ученым и работал в Новосибирском академгородке. После репатриации в Израиле служил в армии там и работал в частной компьютерной фирме. Потом получил религиозное образование, а также преподавал русскоязычным студентам в Вируссалисском технологическом колледже. В общем, очень интересный человек. Лекции Рава Кушнера для тех, кто только начинает свой путь на тему семейных отношений, и поисков второй половины, воспитания детей, устройства человеческой души и психологии. Он пользуется огромной популярностью. У него также и жена, которая этим же занимается. У Рава Кушнера и в семье шестеро детей. Они все устроены, и у них есть тоже дети. Я решил не делать копию этого видео, где Равин читает лекцию, а просто сделал аудиозапись и как бы веду беседу с Равином. Мне было бы интересно с ним встретиться. Наша жизнь подобна представлению, скажем так, спектакля. Спросим любого человека, культурного человека, естественно. Скажите, что важно в спектакле? Что важно в спектакле? Режиссер. Ни всяком сомнения. Действующие лица. Действующие лица. Мы приходим в театр. Для чего мы приходим в театр? Там есть фабула, там есть какая-то завязка, какая-то развязка, там что-то происходит. Есть еще сцена и декорация. А теперь, а есть люди, которые говорили, смотрите, вот смотрите, что в театре, на самом деле, самое важное, не просто самое важное, а центральная часть. Это сцена, декорация, бутафория. Давайте ее исследуем, давайте смотреть, давайте поймем, как она существует. Но это уже в скобках болезнь человеческого понимания этого мира, когда современная цивилизация в основном интересуется сценой. То есть она интересуется вот той самой материальной основой этого мира, который является на самом деле не более как фоном, основой, назовите его, как угодно. Сценой того спектакля под названием «Жизнь», где мы все участники в этом. Ну что в этом? Что тут главное, что второстепенное? Естественно, что участники, сама жизнь, ее надо исследовать, она должна быть в центре. Вместо этого исследуется что? То, что можно исследовать, то, что подается вот объективному изучению, а вот человека, а вот он такой непредсказуемый. А если он непредсказуемый, ну значит, что там? Ну будем исследовать, но все равно тут все остается непонятно. Ну вот с этого момента я начну общаться с Равином Кушниром. Кстати, моей бабушке фамилия была тоже Кушнир. Анна Кушнир. Его зовут Ашер Кушнир. Правда, интересно? Очень хорошую тему он сейчас заделал. Он не говорит, что мир стоит на грани. Да уже, в общем-то, не на грани, а уже вошел в Третью мировую войну. Но она пока ведется такими же методами, как велась Вторая мировая война. Но вот-вот она может перейти за ту грань, которой закончилась Вторая мировая война. Вы помните, она закончилась двумя атомными бомбами. А сейчас она может в апогее вообще остановить жизнь на этой планете. Но теперь мы вернемся к тому, о чем говорил Равин. Он говорил, что жизнь – это спектакль. И он говорил, что очень важна сцена, что есть режиссер, что есть актеры, есть бутафория на сцене. Он забыл сказать одну очень важную вещь, что сначала вообще пишется сценарий. Сценарий пишется. Дело в том, что Равин никогда… Он был физик, и он Равин, но он никогда не работал в театре и на киностудиях, как это делал я. Мне повезло в жизни. Я работал в киевских театрах и на киностудии, и в Америке тоже работал немного в Голливуде. Поэтому я знаю, что все начинается со сценария. На земле сценарий пишут люди. Вселенский сценарий. Сами догадываетесь, кто пишет. Так вот, все идет по сценарию. А потом этот сценарий попадает к режиссерам. Кто такие режиссеры? Режиссеры, скорее всего, это люди, которые занимаются политикой. И они работают в связке с людьми, которые финансируют. Ни один спектакль без финансирования и без построения театра, без построения сцены – невозможен спектакль. Люди, которые находятся на сцене и люди, которые находятся в зале – это практически одни и те же люди. Они иногда меняются местами. Современные спектакли часто строятся так, что актеры работают прямо не на сцене, а прямо в зале. Бывает, что стулья стоят на сцене. То есть, мы можем быть в одно и то же время и актерами, и зрителями. А вот режиссеры, режиссеры, вы же знаете, вы смотрели много фильмов и знаете о жизни режиссера. Они очень властные люди. Мягкий человек не может быть режиссером. Его актеры задолбят. Вот уже актеры – это ж… У меня был такой друг, царство ему небесное, Роман Виктюк. Очень суперталантливый человек. И вот он говорил, что «Семен, что ты с этими… Не граешься с актерами. Потому что они же как маленькие дети. Они, даже если 70 или 80 лет, они еще не награлись, они играют. А я дирижирую. Вот режиссеры, они, в общем-то, они руководят оркестром, они дирижируют. Так вот, мы все, так или иначе, являемся в этом спектакле жизненном и актерами, и зрителями. Кое-кто из людей становится режиссерами. Кто-то помощниками режиссеров. Кто-то рабочими сцены. И все равно они же и зрители, они же и актеры. Поэтому давайте послушаем дальше. Рабина, очень интересное такое начало. По окончанию хочу сказать, что я уже начинал много проектов. Делал первую, вторую, третью часть, никогда не заканчивал. А вы знаете почему? Потому что отзывов нету. Если вам интересно дальше продолжение, пишите, и я буду отвечать. До следующей встречи.